Иван Васильевич меняет профессию Собралась очень творческая команда, все люди разные по профессиям И мне кажется, даже если кто-то не успевает после работы, все с опозданием, но все-таки приходят на репетиции Атмосфера очень позитивная, наверное, все знают, что это будет такое большое доброе дело Мы как губки впитываем максимально, потому что интересно поработать с такими талантами В нас вкладывают максимально своих знаний и нам очень это интересно И я думаю, вы, как зрители, увидите тот наш труд, который мы подготовим на премьере, который состоится в марте У меня голос всегда был какой-то такой среднестатистический, так скажем А сегодня я убедился в том, что сольно у меня не очень хорошо получается Но вот именно что хор, вот как бы хором петь И вот у нас тем более строевая песня, это Маруси кап-кап-кап Они же как идут и поют хором, вот именно это хорошо отразилось Песен в спектакле действительно планируется от 11 до 14 То есть пока еще какие-то номера в работе действительно То есть пока мы прикидываем с режиссером, думаем, сможет ли потянуть тот или иной номер определенный актер К примеру, у Жоржа Милославского по фильму есть одна композиция «Разговор со счастьем» А мы ему ввели в спектакле еще одну композицию, какая говорить не буду, сами увидите на концерте Будет смешно на спектакле, будет очень здорово Я никогда раньше не пела, а теперь у нас есть занятие по вокалу Нам объясняют, как правильно дышать, как там рот правильно открывать И в общем получается так, что я, оказывается, еще и неплохо пою При условии, что я замечательно танцую и вообще такая молодец Бывают какие-то ноты не тяну, что-то там, чего-то не знаю Поэтому в первый раз с этим встречаюсь и какие-то трудности бывают Но мне быстро помогают наши учителя Знаю, это было не зря Все на свете было не зря Не напрасно было Мы должны за 2-3 занятия выучить песню Накидать, так скажем, ее скелет, слова, мелодию там, да, выучили Потом мы уже втыкаемся в чувство ритма Какие-то там краски, какие-то слова находим И если я вижу, что человек просто физически не успевает Или просто по природе ему пока невозможно пропеть ту или иную фразу Мы ее можем просто проговорить Мы можем ее подать совершенно под другим соусом Но это будет тоже вкусно и достаточно органично Вдруг как в сказке скрипнула дверь Все мне ясно стало теперь Столько лет я спорил судьбой Ради этой встречи с тобой Каждый из нас максимально дисциплинирован Мы еще раз пришли сюда получить опыт И поучаствовать в благом деле В таком проекте Ребята с народного кастинга, они задействованы в песне Маруся Кап-кап-кап Разговор со счастьем Звенит январская вьюга Само собой финальные песни И возможно будут еще какие-то небольшие где-то подпевки Где мы будем украшать как раз главных героев Которые будут играть уже как бы спектакли Ты кто такой? Федор Иванов Где посольского приказа? С царем пишем Вот вас, Федор, я попрошу остаться А остальные? А чистый помещение Постарайся сказать в дворец Короче, все вон Никогда раньше такой возможности у меня не было Себя проявлять в таком жанре, в таком качестве Мы смотрели этот фильм много раз В том числе я Поэтому стараюсь изображать такую же мимику И постараться сыграть максимально приближенно к тому Как играли великие актеры Заткнул! Когда паста пил Он уже встает Получается И сразу не живет Как здесь И свое видение на данный спектакль И я переношу место действия в Оренбург У нас Шурик здесь в Оренбурге Он изобретает машину времени В наши дни все происходит И отсюда он, пробуя Первый раз свою машину времени Отправляется в Древнюю Москву к Ивану Грозному Вот так это происходит Естественно Иван Грозный Настоящий Который как бы в результате комедии положения оказывается Он оказывается именно в Оренбурге Поэтому на балкон будет выходить и говорить Оренбург Лепота Павел Каштанов практически за нас Проигрывает все эти роли Абсолютно за каждого И показывает как правильно Как правильно мы не знаем А Павел знает Поэтому здорово смотреть на профессионала И пытаться хоть как-то чуть-чуть подражать Именно так, как делает он Хорошо, когда чувство юмора есть также и у актеров Плюс они мне очень хорошо помогают С каким-то местным юмором И они подсказывают, что можно пошутить То есть, например, Иван Грозный там скажет Якину Жалую тебе в отчину в Шанхае А я не знаю, что у вас, оказывается, есть такой Шанхай Что там лучше не жить Якину, по крайней мере Вроде идешь, идешь, переключаешь С любимой Ю Ты должен остановиться Даже для больного, что они должны съесть Мы синтезируем немного современность В сочетании с тем временем, в котором было написано это произведение Был снят фильм И поэтому, естественно, будут вкрапления современной хореографии Я думаю, что у нас те же самые опричники Могут и как брейкеры, и гелик покрутить И хип-хоп станцевать И четыре И пять И шесть И семь И восемь И раз И два Занимаюсь уже с четырех лет С тех пор, как у меня стали кривые ноги И у меня мама испугалась Отдала меня в хореографическую школу И вот уже мне двадцать И я все еще на сцене Все еще выхожу И действительно, да, от этого хореографа я ждала И меня нисколько не пугает То, что мы будем каждый день Хоть с утра до вечера Это, можно сказать, моя жизнь Танцевальные репетиции Всем казалось, что это будут просто Какие-то движения такие легкие А оказалось, на самом деле, что это очень большой труд Мы очень благодарны своему педагогу по танцам, Юлии Который нас терпит иногда Это очень сложно физически Но все терпят, наделают Всем очень нравится Очень довольна ребятами Потому что ребята, с которыми я сейчас работаю Пока не с главными героями Вот, ребята все молодые Самое главное, что у них бешеное желание все это делать Это самое главное И то, что творят они в балетном классе Уже несколько репетиций у нас прошло Не у всех даже профессиональных танцоров есть такое рвение Потому что они этого хотят Они этим горят И я уверена сто процентов, что у нас все получится А в следующем дневнике мы расскажем Какие секреты таят в себе благотворительные спектакли прошлых лет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!